Приветствую, друзья! С вами Денис Пахомов. Это уже не очередной выпуск рубрики Будни Викинга. Давно ничего не записывал, давно ничего не снимал. Подзабил на канал, честно скажу, как я это делаю периодически. Иногда чаще, иногда реже. В общем, не помню, на чем мы там закончили. Ну, по сути, тренировки на пути к толчку 96-килограммовой гири закончились. Я немножко подзабил не только на канал, но и на свои тренировки. Но в целом регулярность сохранял. Я продолжаю тренироваться по кроссфиту, делать какие-то движухи. Ну, по большей степени это такие тренировки больше, знаете, как любят говорить для себя. Плечо. Плечо мое окончательно зажило. Оно меня беспокоит только в каких-то статических моментах. То есть, еду, читаю книги в телефоне, то есть, что-то держу. Либо неудобно сижу, и оно болит. Во время тренировок оно меня абсолютно никак не беспокоит. Я даже на бицепс уже поднимаю порядка 65-ти килограмм. С гирями тоже работаю. Ничего не беспокоит. Жим лежа 150 не беспокоит. Швунг стоя 130-140 не беспокоит. В общем, все замечательно. В плане тренировок и моего плеча. Если кто следит за каналом, видит, что я выкладываю очень часто короткие видео, просто какие-то моменты с тренировок, я не делаю каких-то полноценных видео. Почему я, в принципе, прекратил все эти съемки? Да потому что, анализируя продвижение Ютуба, я, ну, в принципе, любого, не только Ютуба, там, Инстаграма и всего прочего, нужно понимать, для чего делается контент, зачем и почему. Как человек творческий, который любит снимать все свои, скажем так, умения, я, конечно же, все это делаю. Это сохраняется. Это вот в качестве вот таких коротеньких роликов я загружаю на Ютуб, это все остается в Инстаграме. Для чего? Для того, чтобы можно было там спустя 5-10 лет все это открыть, посмотреть и порадоваться, чего я всякого умел, мог. С точки зрения просмотров, подписчиков, то здесь, как оказалось, все немножко сложнее. Контент должен закрывать некие потребности у людей. Это должно быть либо развлекательно, то есть интересно смотреть, без какой-либо смысловой нагрузки, просто весело, интересно, по фану. Для этого мы с товарищем создали второй канал, о котором я расскажу чуть позже. Либо закрывать какие-то запросы людей, допустим, если бы я снимал видео, как правильно тренироваться или там топ-5 упражнений на бицепс, то, возможно, было бы просмотров чуть больше на такой информации в Ютубе, просто тонны, гигатонны, терабайты, гигабайты. И я, честно, не знаю какой-нибудь такой супертоповой информации, которую бы мог преподнести и считать, что она может быть вам интересной или полезной. То есть полезную можно найти информацию, но это будет очередной, скажем так, плагиат, повторение тех прописных истин, которые уже давным-давно озвучены практически каждым спортивным блогером, коим я себя не считаю. Я спортсмен, атлет, но не спортивный блогер. Вот. Поэтому, в принципе, прекратилась и рубрика в погоне за шестью пудами, потому что, ну, пользы какой-то она не несет. Сказать, что я там раскрываю какую-то секретную методику тренировок, нет. Я приходил и просто поднимал. То есть вряд ли кто-то из вас посмотрит вот эти видео и что-то для себя возьмет в плане подготовки к тренировок. Развлекательного, скажем так, смысла тоже в этих видео нет. Ну, поднимает что-то чувак. Но это скучно, нудно, неинтересно. Шутить я тоже вроде бы не шучу в своих видео. Поэтому ни запросы я не закрываю какие-то, да, потребности. Ни развлекалок, и никакой не даю. Ну, и, конечно же, это все отражается в просмотрах, когда на канале порядка 4000 подписчиков, из которых 1000 добавилось за последний год, который я активно вел свой канал. Но просмотров все так же 100-200. Поэтому принято было решение не заморачиваться, не грузить вас каким-то говном. Вот эта вот рубрика Будни Викинга, опять же, о чем она? О том, что я просто рассказываю что-то себе. Но я не настолько медийная личность, чтобы кому-то было просто интересно слушать новости из моей повседневной жизни. Ну, и у меня она пока не настолько насыщена, как хотелось бы кому-то или мне. Вот. Это то, что касается, почему я пропал. По тренировкам. Я потихоньку начинаю готовиться. Я все собирался, как всегда, отказаться от всех спортивных соревнований. Но так как чувствую в себе силы, скучаю по помосту, то, наверное, скорее всего, как всегда, буду готовиться по стронгу. Мои соревнования. Соревновательный сезон мой прервался в июле прошлого года, как вы помните, с плечом. И вот я начинаю, скорее всего, новую подготовку. Я убираю абсолютно все приседания, оставляю только тяги и жимовые движения. То есть швунги, жимы, возможно, будет тяжелатлетика, тяга и жимовые движения. Ну, и какие-то беговые. Вот. Буду готовиться. Что из этого выйдет, не знаю, не загадываю. Просто пока двигаюсь по течению, потихоньку увеличивая интенсивность. По результатам, пожалуй, 150 или 155 даже на пару раз. То видео, там, где я жал лежа, блины красные, но они по 20 кг. То есть там на видео 140 на 2, но это не самый большой результат. В общем, 150 я жму. 130-140 швунгую. С гирями пока все так же. Ну, 70 на 5, на 6 я толкал. Возможно, могу больше. Не выкладывался полтинничек рву. На 6-7 раз каждой рукой нормально. Рывок одной рукой 70. Что правый, что левый. Ну, в принципе, все силовые практически на месте. По становой пока не знаю. Там 160-170 тянул. Но это не результат. То есть проходки никаких не делал. То есть... Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Теперь, то, что касается второго канала, тот, кто следит, может быть, увидел. Я там в сообществе выкладывал сториз. Мы с моими друзьями создали канал развлекательный. Называется он «Нахотники за челленджами», в котором мы будем выполнять различные челленджи со всего мира. Это могут быть и спортивные челленджи, и не спортивные. В частности, вот мы начали свою деятельность именно с не спортивных челленджей. Это пищевой челлендж. Мы попробовали с Юрс Реминг. На канале сегодня вышел первый выпуск. Дальше будет еще два пищевых челленджа. Которые, если вы подпишетесь на канал, либо зайдете со временем, вы увидите, что там будет. Контент фановый. Чисто поржать. То есть, опять же, никакой супер смысловой нагрузки не несет. Просто пробуем разные челленджи на себе. И соревнуемся между собой, кто выполнит лучше этот челлендж. Чтобы было интереснее смотреть, добавили такую изюминку. По истечении 10 выпусков, тот, что выиграет меньше всего челленджей, или тот, что больше всего челленджей проиграет, так, наверное, яснее будет, понесет серьезное наказание, которое мы потом поснимем на видео. Я его озвучил уже в первом выпуске. Это будет восковая депиляция паховой зоны. Не каждый парень на это отважится, но кому-то из нас придется на это пойти. Опять же, ради того, чтобы кто-то на это посмотрел, посмеялся, повеселился. Поэтому в ближайшее время я буду заниматься непосредственно съемками этих челленджей с ребятами. Ну и параллельно тренироваться. По работе у меня я работаю в двух залах. Я думаю, вы заметили, что в моих видео появился новый фон. Зал достаточно хорошо обставленный. Куча тренажеров, кроссфит-зона, в которой я работаю, тоже достаточно хорошо оснащена. Есть стойки, есть штанги, есть гири. Поэтому работаю, поднимаю, тренируюсь, получается, 6 раз в неделю. На боевые искусства, к сожалению, пока не хожу. Опять же, в силу своей новой занятости работаю опять 6 дней в неделю. Но думаю, со временем, если появится какая-то утренняя группа, смогу на нее попадать. Вот, в принципе, как-то так. Кому интересно развлекательный контент, кому интересно вообще посмотреть, что мы там наснимали, ссылочку на свой новый канал я оставлю внизу. Здесь буду периодически появляться. Может быть, не в таких разговорных видео, а просто, опять же, вот эти короткие видосики из ТикТока, которые я снимаю. Ну, там разные подъемы здесь в любом случае будут появляться. Если появится какая-то интересная идея, что-то по спорту, то, возможно, сюда тоже будет загружаться. Но, скорее всего, уже не так активно, как весь вот этот прошедший год. Опять же, объясняю, почему. Ну, там год или полтора назад я прошел курсы по продвижению Ютуба, где выяснил для себя основной момент, что нужно заниматься этим регулярно. И вот, да, ну вот с начала карантина, даже, наверное, еще раньше, я начал регулярно стараться снимать видео в том или ином формате. Где-то это были какие-то влоги, когда мы катались там с выступлениями, где-то это какие-то проекты, типа вот как будни викинга, типа как в погоне за шестью пудами. Потом я снимал кроссфит, какие-то комплексы, какие-то тренировочки, какие-то, возможно, я снимал там упражнения с гирями, да. Рубрика была «Че по гирям», сейчас она как-то по-другому там ее переименовал. Но, так или иначе, это не приносит никаких результатов, видосы не смотрятся, ну, плюс-минус. Но даже с учетом того, что у меня там 4000 подписчиков, то в среднем видео набирают 100-200 просмотров. Соответственно, я делаю вывод, что это мало кому интересно. Поэтому смысл толочь воду в ступе, нужно двигаться дальше, нужно придумать что-то новое. Поэтому вот пробуем себя в развлекательных направлениях. Ну и плюс нам это по кайфу, по фану. Скажу сразу, что будут и спортивные челленджи, но с учетом того, что мы все, ну, точнее, мы с Владом в одной весовой категории, а Коля совсем другой и уже давно не занимался спортом, хотя он профессиональный рэгбист, чемпион Украины, чемпион Европы, возможно, где-то нас он уделает. В общем, ребятки, не смею больше задерживать, все-таки опять почти 10 минут наговорил. Повторюсь, ссылочку на новый канал оставлю внизу. Те, кто хотят наблюдать меня только в качестве спортсмена-атлета, оставайтесь здесь, возможно, здесь что-то будет... Невозможно, здесь будет что-то появляться, потому что я тренируюсь, я продолжаю. Как я говорил я много раз, как бы я не хотел уйти из спорта. Я могу уйти из спорта, а спорт из меня уйти не может. Поэтому всем своим постоянным зрителям спасибо и отдельный привет за то, что смотрите. Возможно, что-то вы нашли интересного во мне, а может быть, вам просто ничего больше посмотреть. Ладно, ребятки, всем удачи, всем пока, берегите себя.